Старшиня обл.В.Канка Магинац Соловей сегодня наведал Гомельский Державный областный лицей. В самой установке ее называют академичной. Обузру не выкладания можно мерковать по таких лижбах. До 97% выпускников поступают в высшей научной установке. А про то лицею присвоенный статус объект демонстрационной зоны высокой энергоэффективности Республики Беларусь. Разом с губернатором установку наведали наши корреспонденты. Сустречу областным лицею протягивается значно больше першопочатково запланованного часу. Тут, правда, есть на что поглядеть, чтобы знакомиться с опытом, какие варты распаусюджывания. Бадаголовное адрознение этого лицея от других средних научных установ в области – активная метанакерованная работа по энергосбереженні. Уласная фотоэлектричная станция и сучасные технологии выкористания электроэнергии дозволили только в минулом году зэкономить на коммунальных послугах амальше 13 тысяч рублей. По судности, размова идея об реальной экономии бюджетных сродков. А дальнейшее наше развитие – у нас целая программа. То есть у нас есть много идей. Причем многие идеи разработчики сами дети. Поэтому мы собираемся прививать к культуру энергосбережения и формировать не только качество ума детей – учить читать, писать, читать. Не только формировать качество души, приобщать к культуре, мировоззрению. Но и будем обучать культуре энергосбережению. Поэтому наша главная задача – стать центром областным по формированию культуры энергосбережения и экологического отношения к окружающему миру. Гомельский областный лицей – адзинае у регионе установа адукации, где дейнешая вучебно-практичный центр по энергосбережению. Что год, яго наведывают больше, как 6 тысяч наученцев и студентов. Это, саправды, познавальная экскурсия с демонстрацией уникальных экспонатов. Еще один размещанный у лицеи центр – экологичный. У инших средних школах аналогов так само нема. И это один из важных элементов научного процесса. Адукацию, которую отримывают лицеисти, можно назвать академичной. Тут дают трывалые веды по всех без выключения предметов. Как выник, у высшие и средние специальные установы поступают 100% выпускников. Я собираюсь поступать в Минск, в Багуир, на инженер-программиста. В лицеи нас готовят очень сильно. Я хожу на вечерние подготовительные курсы по физике и математике. Также по белорусскому языку. Все люди, которые поступают в лицеи, они идут сюда целенаправленно, зная, куда они будут поступать в будущем. Когда я поступала в лицеи, я знала, что я буду поступать в БГУ на журналистику. И мне не хватало тех знаний, которые мне давали в 26-й школе. Это, во-первых. Во-вторых, в лицеи есть курсы, которые идут после учебы. И, конечно, очень удобно сочетать. То есть не нужно уходить из лицея. Ты сразу пришел в лицеи на учебу, затем на курсы, и все. И у тебя уже больше знаний. Почас встречи с коллективом областного лицея размовы не только о поспехах у научальном процессе. Наставников цікавить питанье дорожной безопасности и будовництва мемориала у везцы Алла. Туристичный потенциал и перспектива развития сельской господарки в умовах засушливого климата. И еще одно питание, которое тучится выпускников лицея. Их дальнейшее працеулаткование на территории Гомельской области. По сути, это интеллектуальная элита. Алия большей стали набитых выпускников знаходясь в работу за межами региона. Мы задаем на базе Ратона. Мы с национального фонда выделили деньги. За прошлый год были 6 миллионов рублей. Мы уже первый проект сделали. Мы пригласили из парка высоких теновиков на регистрацию, проходят компании. Они уже заинтересовались. Мы даже почему затеяли этот новый проект Ратона. Запустили по школам для того, чтобы дети могли. Наши дети сегодня они схватывают на лету. На самое главное их направить. Она начинает уходить от этих гаджетов, уходить от компьютеров, для того, чтобы себя в реальной жизни увидеть.